всем привет сегодня я покажу как связать берет мы рассмотрим простой универсальный способ вязания беретов и вы сможете связать этот головной убор абсолютно из любой пряжи и на любой размер я буду показывать на примере дешевого акрила буду вязать в две нити крючок я взяла пять с половиной также нам потребуется маркер и ножницы давайте приступим к работе начинаем вязание оставляем небольшой кончик нити для хлястика и так делаем кольцо амигуруми кончик ниточки по направлению к себе кладем делаем такой перекрест вокруг казательного пальца заводим крючок вот сюда захватываем рабочую нить от клубка выводим нас образуется петелька мы ее провязываем это фиксирующая петля и дальше в кольцо мы вяжем 7 столбиков без накида крючок заводим в кольцо захватываем рабочую нить выводим две петельки на крючке провязываем вместе это один столбик второй третий четвертый пятый шестой и седьмой провязали теперь затягиваем кольцо амигуруми потянув за вот этот кончик нити таким образом последний столбик ряда я помечаю сразу чтобы все было понятно теперь вяжем второй ряд вязание у нас по спирали то есть мы не делаем соединительных столбиков и петель подъема мы сразу вводим крючок вот нашу первую петельку во втором ряду у нас 7 прибавок то есть в каждую петлю в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по 2 столбика без накида 1 вводим крючок сюда же провязываем второй столбик 2 далее 3 сюда же у нас идет четвертый столбик дальше 5 6 следующая пара 7 8 9 10 11 12 и где маркер у нас последняя пара 13 и 14 соответственно последний 14 столбик мы помечаем переходим к вязанию следующего ряда 3 и давайте сразу рассмотрим схему по которой мы будем вязать я вам расскажу принцип итак вот у нас первый ряд 7 столбиков без накида мы провязали в кольцо амигуруми во втором ряду сделали семь прибавок каждый столбик по два столбика без накида провязали 14 столбиков без накида у нас получилось дальше у нас идут прибавки то есть у нас будет круг увеличиваться наш кружочек в третьем ряду один столбик без накида прибавка количество повторов 7 это у нас везде в каждом ряду соответственно мы легко можем посчитать количество столбиков в конце каждого ряда это наша таблица умножения значит один столбик прибавка это два столбика без накида соответственно здесь будет три всего три столбика без накида провязана и умножаем на 73 умножить на 7 это 21 это количество столбиков без накида в конце ряда следующем ряду у нас будет 28 то есть два столбика и 2 это 44 на 728 здесь три столбика и 2 это 55 на 7 35 дальше легко можно посчитать количество столбиков здесь у нас 70 это 10 умножаем на 7 и дальше вяжем по такому принципу дальше не стала расписывать тут то есть аналогично дальше 11 ряд допустим 9 столбиков без накида прибавка 12 10 прибавка и так далее давайте еще раз я покажу провяжем вот третий ряд так значит сейчас покажу как вяжутся прибавки для тех кто не знает для новичков значит мы вяжем столбик без накида 1 далее у нас идет прибавку то есть два столбика без накида в одну петельку вот мы 3 провязали здесь у нас стоит маркер можно не считать но я просто чтобы он было все понятно посчитаю дальше столбик вяжем и прибавка это еще три соответственно 6 провязанных столбиков столбик прибавка это восемнадцать это восемнадцать это восемнадцать столбик прибавка это восемнадцать и нас остается столбик и прибавка это 21 последний столбик помечаем маркером дальше по такому принципу мы вяжем кружок нужного диаметра давайте довяжем и встретимся и так я провязала вот такой кружок получился точнее семиугольник так как мы прибавки делали над прибавками нас у такие уголки это так и должно быть у нас соответственно 7 клиньев и мы легко можем определить сколько столбиков провязана в последнем ряду то есть у меня стоит маркер я вязала не считая и здесь смотрите я считаю сколько столбиков в одном клине и умножаю на 7 получается здесь у меня 15 столбиков без накида и прибавка соответственно всего 17 столбиков мы умножаем на 7 получается 119 столбиков без накида у меня в последнем ряду у вас может быть другое количество потому что у вас может быть другое количество рядов все зависит от толщины нити вашей главное мы ориентируемся на то какой диаметр нам необходим то есть давайте измерим сколько у меня получилось получается приблизительно 26 сантиметров соответственно это будет берет большого объема диаметр 26 28 сантиметров и сейчас мне надо будет провязать 3-4 сантиметра это ровная часть то есть прибавки мы не делаем тут все понятно и так то есть вяжем столбик столбик и соответственно у меня это будет 119 столбиков без накида у вас это может быть другое количество береты бывают маленького объема данные вы видите средние можете сделать себе скрин и также эта информация будет в описании давайте дальше самостоятельно провяжем ровную часть без прибавок просто столбик столбик и так после того как мы провяжем ровную часть мы начинаем вязать ряды с убавками вот уже несколько рядов я провязала соответственно если последний ряд с прибавками у меня был 15 столбиков без накида прибавка до то убавки мы начинаем делать по такому же принципу то есть провязываем моем случае 15 столбиков без накида потом идет убавка у нас вот что получается вот здесь вот у бабочки вяжу я убавки незаметно они практически не видны но так как они идут убавки над убавками небольшого такого как бы такие шовчики есть и так сейчас я вам покажу как я вижу незаметные убавки сейчас у меня уже я остановилась на моменте где у меня идет восемь столбиков раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь столбиков без накида потом идет убавка и так крючок вожу за переднюю стеночку одной петли и за переднюю стеночку в следующей петли то есть незаметно бабка вяжется за передние стенки захват рабочую нить вывожу скосите две петельки на крючке две петли у нас опять есть и мы теперь их провязываем вот таким образом еще раз покажу для новичков вот здесь у нас идет убавка то есть мы две петли объединяем в одном сокращаем количество столбиков в ряду за переднюю стеночку вели крючок за переднюю стеночку следующей петельки захватили рабочую нить вывели две петли на крючке теперь провязали вместе все а дальше по схеме у нас идет соответственно у меня восемь столбиков без накида опять убавка и так до конца ряда и так мы вяжем до тех пор пока у нас будет подходящая окружность с помощью примерки можно это легко определить так давайте самостоятельно до вяжем и кстати после того как вы провяжите ряды с убавками вы можете сделать еще пару рядочков столбик столбик типа такая вот окантовочка ли резиночка но я посмотрела у меня достаточно здесь высоты поэтому я делать не буду эту резинку провязывать давайте свяжем хлястик но для начала определимся со сторонами берета то есть где у нас лицо где изнаночная сторона если вам нравится вязка на изнаночной стороне вы можете сделать эту сторону лицевой это уже на ваше усмотрение и так я буду делать хлястик из одной ниточки чтобы он был маленький более аккуратный плотный также для плотности я беру крючок меньшего размера номер три завожу его в соседнюю петельку набирают спочку из воздушных петель так не очень удобно начали хочется чтобы был плотненько раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять смотрим чтобы так будет сложные два раза 10 11 12 и теперь во вторую петлю от крючка провязываем соединительные столбики можно столбики без накида я сделаю соединительное чтобы было по плотнее так провязываем соединительные столбики последний так теперь крепим за эти петли 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 беретта прохожусь до противоположной стороны и теперь вот этот кончик креплю здесь вот таким образом все закрепляю здесь узелочек сделаю ниточку спрячу и готово хлястик выворачиваем на лицевую сторону так давайте все ниточки спрячем я вам покажу что у меня получилось спрячь ниточки тоже я крючком меньшего размера чтобы соседние петельки не растягивались чтобы все было аккуратно давайте доделаем вот что у меня получилось это берет большого объема и также я связала берет меньшего диаметра за таких меховых ниточек но очень классные мягкие удобный теплый вариант на зиму отлично сидит можете посмотреть в конце видео фоточки и оценить результат если вам понравилось ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал и я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok оценить Продолжение следует...